Уроженец села Виноградное Болградского района Одесской области ГГУС по национальности. Он родился в многодетной семье православного священника и прошел большой путь от сельского механизатора до ведущего специалиста в области права. 4 ноября Одесса простилась с выдающимся ученым и политическим деятелем Ильей Ивановичем Каракашом. Особый профессионализм и упорство в работе выделяла Илью Ивановича, вспоминает президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов. Сегодня на 75-м году жизни мы потеряли ведущего профессора, преподавателя, доктора юридических наук Каракаша Илью Иванович. Шел из жизни человек, который много сделал для развития и становления Одесской правовой школы. Человек, который стоял у истоков создания и развития Национального университета Одесской юридической академии. Знаете, Илья Иванович Каракаш, он был первым ректором Международного гуманитарного университета. И в самое тяжелое время становления сегодня известного Международного гуманитарного университета, он стоял из истоков формирования коллектива Международного гуманитарного университета. Я, вы знаете, всегда помню его как человека очень энергичного. Обладал Илья Иванович природным умом, имел хорошие профессиональные качества и он отдавал эти знания, которые у него были, нашим студентам. Илья Иванович Каракаш был депутатом Одесского областного совета и главой постоянной комиссии по вопросам земельных отношений и административно-территориального устройства. За заслуги в образовании Илья Каракаш был отмечен такими званиями, как отличник образования Украины, заслуженный работник образования Автономной Республики Крым, заслуженный юрист Украины, почетный гражданин Гагаузии и города Вулканешты Республики Молдова. Знакомые и друзья отмечают, что это был человек, который помимо науки мог помочь дельным советам в любой случившейся ситуации. Мы с ним оба по происхождению украинцы Гагаузского происхождения и в национальном обществе вместе участвовали. Ну я вам скажу, что это человек глыба, человек ум, человек мудрость, потрясающий советник. Я мог часто приходить за советом и в юридической части, и в общественной части, и по многим таким государственным, политическим даже вопросам. Ну для меня он был практически как такой советчик на уровне отца. Илья Каракаш – автор четырех монографий, автор шести сборников законодательных актов, десяти учебных пособий, пяти учебников и свыше 160 научных статей. Многие из предложенных Ильей Ивановичем законопроектов были внедрены в законодательную практику. Был советником и разработчиком всех политико-правовых документов относительно создания Гагаузской автономии в Республике Молдова и депутатом первого состава национальных сборов Гагаузской Республики. Уход этого человека из жизни – тяжелая утрата не только для близких, друзей и соратников, а всего гагаузского народа. Это тяжелая утрата, к сожалению, которую никогда заменить не будет чем. Однако великое дело, дело строительства современной гагаузской государственности, которому Илья Иванович отдал часть своей жизни, должно быть продолжено. Мне он с первых дней, когда организовывалось общество, говорил, что мы должны, те, кто сумел выучиться, приехать в этом городе, закрепиться, чтобы другие общины знали, что есть гагаузский народ и показывали все лучшее, что у нас есть. Это он делал сам и учил этому нас. Я безмерно благодарен этому человеку. Для молодых сотрудников Международного гуманитарного университета и Одесской юрокадемии он был лучшим образцом отношения к делу. В последние годы Илья Иванович активно занимался судьбой Куяльницкого лимана. Как влиятельный специалист в области экологического права, Илья Каракаш сделал немало для разработки законопроекта о признании Куяльника курортом национального значения. Закон приняли и утвердили, а значит дело ученого Илья Ивановича Каракаша будет жить.